Друзья, всем привет! Мы находимся в Московской области, в городе Видном, а тачка, которую мы сегодня вам покажем, приехала сюда из города Иллинойс, США. Это Honda Accord 10-го поколения. Таких автомобилей в нашей стране вы уже давным-давно не купите с новья с официального дилера. Но вот пригнать ее из Америки под себя на заказ можно. И в этом видеоролике мы вам расскажем, за сколько человек ее купил. Машина 2018 года. Для затравочки вам скажу, изначально машина обошлась ему в 650 тысяч рублей, но доставка, растаможка и все сопутствующие расходы привели к совсем другим цифрам. Он лично нам об этом расскажет. Прямо сейчас я вас познакомлю с этим автомобилем, поэтому присаживайтесь поудобнее, парни. Но прежде чем мы начнем, маленькая коротенькая реклама, и после чего мы продолжаем. Поехали! Да, конечно, завтра, как договаривались, 15.30. Все, жду тебя. Ого! Вот это оптика. И вырез крутой. Купи смартфон BQ со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. А перейдя по ссылке в описании, вы встретите довольно-таки достойный модельный ряд смартфонов по доступным ценам и с отличными характеристиками. Друзья, рекомендую вам перейти. Уверен, что кому-то из вас эти смартфоны приглянутся. Опять же, обращайте внимание, что их можно купить со скидкой до 10%. Давайте я вам кратенько напомню. В нашей стране дико были популярны с точки зрения продаж. Это седьмые аккорды и восьмые аккорды. Вот когда появилось восьмое поколение, это вот лично для меня, это прям действительно пушка-гонка. Я когда смотрел на эту тачку, особенно в определенных цветах, вот так же в белом, в сером цвете, в черном. Новые машины действительно на тот момент были просто вау. И соответственно, у этих автомобилей огромное количество фанатов по нашей стране. Девятый аккорд сделали уже более таким спокойным. То есть, возможно, они пытались конкурировать с Toyota Camry. Более взрослая машина получилась. И соответственно, уже на нее спрос был не тот. И опять же, выросли цены. После чего, Honda помахала нам ручкой и ушла с нашего рынка. Тем не менее, сегодня вы можете купить CR-V Pilot. Но аккорд вы сегодня не купите вообще. Соответственно, человек рассматривал вариант купить машину для семьи. Для того, чтобы жена могла передвигаться, возить детей. Как, что, почему, мы до этого даем чуть-чуть позже. Значит, что у нас есть сегодня? Это 2018 год. На данный момент пробег на автомобиле 33 тысячи километров. Внешний вид у тачки, ну, на самом деле, спорный. Кто-то скажет, машина унылая. Кто-то скажет, машина слишком простая. Мне же кажется, тачка реально интересна. Опять же, вот эти автомобили, вообще, Хонды в целом, очень хорошо заходят кому? Американцам. Вот в Америке Аккорды CR-V отлетают просто на ура. Там и цены более доступны. Ну, и там вот их рынку машины нравятся. Поэтому, если вы сейчас даже посмотрите на заднюю часть автомобиля, на заднюю оптику, кто-то скажет, ну, чисто японщина, да, вот стиль прослеживается. Машина такая более раздутая, соответственно, ну, больше сделана под кого? Под полненьких американцев. Все-таки D-класс, чтобы машина была комфортная. Колеса у нас 19-е диски, вот в этом сочетании, да, реально, он цвет белый перламутр, но ты посмотри на солнышке, да, машина смотрится реально круто. Но если начать к ней прикасаться, да, смотреть, открывать дверь, например, но все равно это японец, друзья. D-класс это как бы с немцем ее не сравнить, потому что двери более легкие. Вот если ты будешь сравнивать, там, допустим, Mazda 6, Toyota Camry, походишь, потрогаешь машину, да, вот здесь как бы они все конкуренты. Но вот так, в целом, конечно же, там сказать то, что альтернативу какому-нибудь немецкому автомобилю нельзя, то есть мы должны об этом не забывать. Вот что у нас под капотом? Подчеркну, что машины продавались как для американского рынка, так и для японского рынка. Что вот можно встретить на этих машинах? Как в нашем случае полтора литра турбовый мотор в паре с вариатором. Вот вы скажете, полтора литра в паре с вариатором. Примерный вес автомобиля, ну, порядка там полторы тысячи килограмм. Но при этом машина разгоняется до первой сотни в восемь с половиной секунд. То есть в целом машина шустренькая. Точно так же можно встретить мотор двухлитровый, тоже он будет турбовый. Там машина едет еще интереснее, так более того, там десятиступенчатый автомат стоит. Есть третий вариант, гибридная установка, двухлитровый мотор, атмосферник, но с гибридом он идет. Соответственно, тоже с вариатором. Это отдельная история. Привод, естественно, на автомобиле передний, 192 лошадиные силы на автомобиле. Средний расход на нем должен, если при спокойном стиле езды, ну, порядка там 8-9 литров. Опять же, все зависит от вашего стиля, пробки, не пробки. В нашей стране вот это вот сочетание, я уверен, да, полтора литра просто, как это звучит. И вариатор сразу, да нафиг это надо. В Америке вариаторы очень хорошо расходятся. Съемка у нас проходила в городе в воскресный день. Движение было, ну, очень плотное. Поэтому мы покатались, потестировали. Я очень хотел проверить, как поведет себя автомобиль, если на нем нажать педаль газа в пол. Понятное дело, что все вариаторы орут. Но мне было интересно, атмосферный мотор и турбовая разница будет. На деле получилось так, что нажимаешь педаль в пол, поднимая до 6000 оборотов и все, начинается этот трев. Я вам сейчас выведу на экран одного американца, который тестировал эту машину на разгон. По всем остальным вопросам. Ну, машина как машина. Шумоизоляция слабая. Когда едешь по какой-то плохой дороге, рифленый от колес, огромнейший шум. Просто нереально. Даже было как-то непривычно все это слышать. И вот так вот спустя пару дней вспоминает Таккорд. Понимаешь то, что внешне он вроде бы симпатичен. Когда смотришь его на каких-то сайтах, картинки, он вроде бы привлекательный. Но прокатившись на нем, вот лично прямо у него какого-то желания купить этот Таккорд нет. Он все равно староват. Внутри на него смотришь, ну старая машина. Хочется чего-то нового, хочется чего-то более прогрессивного. А цены, по которым бы он у нас продавался в стране, ну, мы бы все вместе с вами сказали. Спасибо, нам такого не надо. С точки зрения надежности, здесь можно долго об этом говорить. Потому что неизвестно, что с машиной будет на перспективу. Там через 5, 7, 10 лет, если купить машину, реально на длительный срок. Но по предыдущим Аккордам можно, конечно, сказать так, что смело оценка 4 балла за надежность. Есть у них косяки, есть у них болячки. Так, например, там известная проблема на 8-х Аккордах, там, допустим, с рулевой рейкой. Которую в целом можно реально очень легко решить. Это отдельная история для рассказа. Это прям можно прям по рулевой рейке реально снять отдельный ролик. Потому что некоторые сервисы людей дико разводят, говорят, о, все, это проблема. Другие же люди, столкнувшись с проблемой, изучив ее, знают то, что ее можно решить, там, буквально за 2000 рублей. В нашем случае машина уникальная, машина редкая. По России, возможно, они там есть на продажу, где-то продаются. Но вот такая машина я лично не встречал. В городе уж, тем более в Москве, я ни разу не видел 10-е Аккорды. Плектация спорт. Машина приехала из штата Эллинойс. Друзья, вот присаживаясь в машину, ну, в любом случае, лично я сразу прям чувствую, вот она япончина. Потому что и двери, как я сказал, легкие. И подделочным материалом это все точно так же читается. Интерьер автомобиля, это всегда, естественно, спорно. Кому-то может понравиться, кто-то скажет, да это вчерашний день, там, вчерашние, там, не знаю, десятилетия. Вставки, естественно, тут пластик, которые марки, которые можно поцарапать. Вставки есть типа под алюминий, но никакого алюминия. Но в целом по машине есть все самое необходимое. Естественно, раздельные климат-контроли, системы безопасности, стабилизации, мультимедиа, которые наверняка у вас будут вопросы. Сегодня многим хочется видеть какую-то уже, как вот в Мерседесах, как в Ауди делают. Здесь, как бы, конечно, вчерашний день. Но в целом, с точки зрения того, что ты покупаешь машину, надежную машину, необычную машину, здесь уж пишите сами свое мнение. На мой взгляд, аккорды тачки интересны, реально, садишься, комфортная, большая машина, место сзади. Присаживайся, ну ты посмотри, подчеркну, я сижу впереди, в принципе, удобно. Чуть-чуть бы я назад кресло откинул, но вот так вот ты садишься, но здесь реально место вагон. Ну посмотрите, друзья, огромный подлокотник, то есть над головой место, достаточно черный потолок, черный салон. То есть у нас идет сочетание ткани с дермантином, то есть, да, ну это, естественно, могут назвать кожей, ну по факту, это прямо по ощущениям даже видно, что это там дермантин. Но сам факт того, то что, в принципе, место достаточно большая машина. Вот, например, если сравнить ее с BMW пятеркой, как у меня, здесь место просто вагон. В BMW ты там сядешь вот так, ну невозможно просто ездить, там непосредственно только за рулем. Вот эту тачку действительно по просторности можно сравнивать с Camry. Mazda 6, отдельная история, красивая машина, уютная машина, хорошо рульится, но место сзади не то. А вот здесь как раз плюс огромной этой машины, то что сзади комфортно будет передвигаться всей семье из четырех человек. Бак у автомобиля порядка 56 литров, клиренс 140 миллиметров. Для одних это пузотерка, мне же передвигаться на подобном клиренсе, одно удовольствие, ни разу нигде не чирка. Вот по задней части делайте выводы сами. Вот здесь, допустим, да, сделаны патрубки для выхлопной системы на немецких автомобилях. Нынче начали делать их фальш в патрубке. Здесь уже, вот, пожалуйста, раздвоенный выхлоп, слева, справа, все есть. Багажник объемом у нас 476 литров. Обратите внимание на крепежи, крышки. То есть это все сделано очень грамотно и удобно, потому что вы положите вещи, соответственно, когда вы закрываете багажник, они особо никак не цепляются. Ну и вот они, рукоятки для того, чтобы разложить задний ряд. Вы говорите иногда, ты хвалишь там Audi, ты хвалишь BMW. Друзья, я ничего не хвалю, стараюсь делать объективно. Придраться можно ко всему. Эту тачку можно обосрать буквально за 5 минут, сказав, что она слишком легкая, она хлипкая, она старая, она неинтересная. Вариатор нахрен никому не нужен. Не нужен, не покупайте. В нашей стране, собственно, так и произошло. Но в целом, в других странах эти машины востребованы. Вот и у человека пал на нее выбор, он решил себе ее приобрести. Зачем, почему? Вот давайте с ним пообщаемся, и он нам все детально расскажет. Знакомьтесь, владелец машины Александр Саш, привет. Всем привет. Ну расскажи, пожалуйста, историю, почему ты выбрал к покупке этот Аккорд, да еще и с Америки. Мне всегда нравились Аккорды, вот, даже в 2014 году у меня были мысли купить Аккорд 9, вот, но не получилось, и пришлось купить другой автомобиль, вот. И после продажи своего автомобиля Skoda Octavia в мае 2019 года, вот, я, в принципе, решил приобрести Аккорд через аукцион Капарт. Вот, обратился к определенным людям, которые этим занимаются. Нашел людей, кто уже заказывал и приобретал автомобили, кто уже получил автомобили, у кого они были в пути. То есть, в принципе, всю нужную информацию я собрал и был готов для того, чтобы приобрести автомобиль. Ну вот давай сейчас всю эту нужную информацию кратенько людям расскажем. Сейчас выжимку сделаем такую. Сколько он висел и в какую сумму он тебе встал, когда он уже был при тебе возле твоего дома? Получается, автомобиль на Капарте где-то провисел дня три буквально, вот, и человек, который мне помогал приобрести автомобиль на Капарте, да, он мне, то есть, сказал, что есть очень интересный лот по хорошей цене, и, то есть, в ближайшее время его заберут, поэтому надо торопиться. То есть, если ты готов к сделке, к покупке, да, то есть, машину забираем. Я, естественно, его проверил по Карфаксу, там был удар, да, то есть, я это знал. В принципе, других проблем по машине никаких не было, мне, в принципе, все в нем устраивало. Карфакс – это, по сути, наш вот эти вот автотека, автокод, то есть, можно забить ВИ-номер или номер автомобиля, и вы видите всю историю. Что с ним было, я вам сейчас покажу. Человек, покупая автомобиль, знал, что он идет после БТП, это важно. То есть, по морде никаких ударов не было абсолютно, подушки здесь не вылетали. Здесь удар пришелся в эту часть, соответственно, что сделали? Вот это крыло, его вырезали, варили новое, покрасили автомобиль частично, ну, как он говорит, там, практически полностью покрасили. Хорошо, ты посмотрел и решил, то, что эту машину ты будешь покупать. Вот расскажи тебе, сколько она стоила, сколько тебе обещали по срокам, как это вообще все происходило? По срокам у нас был договор в течение трех месяцев, да, что машина придет в Москву, плюс, там, полмесяца, может быть, на ремонт уйдет, да, месяц, грубо говоря, четыре месяца. Но в итоге получилось все совсем по-другому, вот, к сожалению. Получилось так, что автомобиль я приобрел в июне месяце в начале, да, в сентябре он был в Москве, не в Москве, прошу прощения, он пришел в Россию, Новороссийск. Там машина еще простояла где-то полтора-два месяца, после чего она приехала уже в Москву на ремонт, на сервисе она простояла еще примерно 2-3 месяца в ожидании запчастей необходимых, вот. Так как с запчастями возникли проблемы очень большие. Итого, простыми словами, друзья, человек, когда разговаривал по этому автомобилю, ему сказали, 3 месяца примерно, он пообщался с другими людьми, там, плюс-минус так же, но выяснилось так, что бывают ситуации иные, как в его случае, он провязал машину год, друзья, представляете, год. Когда он начал копать глубже уже после этого, выяснилось то, что есть и другие люди, которые точно так же стоят. Поймите правильно, мы не делаем никого, ни рекламу, ни антирекламу, мы вам лишь рассказываем, что как бывает. То есть он машину получил, его никто не обманул, его никто не кинул, денег, как вот он разговаривал, договаривался, плюс-минус, все так и срослось. За сколько машина изначально висела? Получается, со всеми сборами площадки Капарт получилось 9400, стоил автомобиль. Это условно, если мы посчитаем, это примерно 650 тысяч рублей. Дальше сюда мы плюсуем, сюда мы плюсуем растаможка 280 тысяч, запчасти 300 долларов, и плюс примерно 370-380 тысяч, это доставка по Америке, доставка контейнера, ГЛОНАСС, СБКТС, короче, полностью, в общем, все сюда это вошло. Она приехала, ты ее отдал людям на ремонт, и в круг, когда тебе сказали, вот твоя машина, в том состоянии, в котором мы ее видим сейчас, ушло на это денег? Примерно миллион 650. Вот так вот, друзья, опачки, да, изначально аккорд, смотришь такой, сидишь, 650 тысяч, думаешь, ну блин, сколько интересна доставка, ну подумаешь, крылышко мятое, сейчас крылышко отремонтируем, а по факту, вот вам, пожалуйста, миллион рублей сверху отдаешь, и это за машину 2018 года с пробегом 33 тысячи километров. 35 тысяч. Ну что, машину покупают не для того, чтобы в ней сидеть, машину покупают для того, чтобы на ней ездить. Давайте прокатимся, мне дико интересно, как себя поведет этот мотор, полтора литра, турбовый, с заявленным разгоном 8,5 секунд, но я вам скажу одно, то, что ему газку даешь, он уже готов биться. На самом деле, полтора литра звучит дохленько, но я предвкушаю то, что машина будет ехать хорошо. Слушай, ты ждал машину, три месяца ты ожидал, потом получилось так, что ты купил в этот процесс другую себе машину. Это какая? Ой, совершенно верно, да, пока я ждал машину, получилось так, что у нас случилось преуваление в семье, и нужен был автомобиль, да, то есть для передвижения по Москве. Вот в итоге, на семейном собрании было принято решение приобрести Hyundai S&T-F новый. То есть у вас сейчас есть большая семейная машина, на которой вы, собственно, все передвигаетесь. У вас теперь четыре человека семьи. Все верно, да. Слушай, вот на нашей тачке даже нет номеров, друзья, как вы видели на перебивках, то есть мы катаемся на машине, на которой нет номеров, потому что человека вообще не эксплуатируют. Вот что ты думаешь делать с этой машиной? Ну, изначально машина покупалась для супруги, то есть должна была едет супруга, возить ребенка в школу по каким-то своим делам. Вот, но, как я говорю, уже купили другой автомобиль, и прокатившись на этом автомобиле, она сказала, что машина для нее слишком низкая, и ей она не подходит, то есть ей нужен какой-то паркетник, скажем так. Друзья, вот вы вдумайтесь, да, вот так вот в жизни бывает. Три месяца человек думал, что будет ждать машину, ну ладно, там месяц плюс-минус на ремонт. По факту прошел год, получилось так, что он вложил в машину, условно, миллион шестьсот пятьдесят за все отдал. Так в итоге жена прокатилась, говорит, не то, буду ездить на паркетнике. В процессе общения, я не буду от вас скрывать, я готовился к сюжету, лазил по интернету, находил объявление, буквально несколько, черный аккорд находил и белый аккорд на продажу. И как раз белый аккорд оказался этот вот этот. Я у него спрашиваю, это твое что ли? Да, миллион девятьсот пятьдесят он машину продает. Мы сделаем так, в качестве благодарности, я оставлю ссылку на объявление, кому надо, зайдите, посмотрите, вдруг кто-то заинтересуется, звоните человек напрямую, торгуйтесь. Не надо, не звоните, не бомбите, это не реклама, ну человек дал машину, выяснилось то, что продает, поэтому интересно, общайтесь с ней интересно, не общайтесь. Саш, ну ты разочаровался? Год прождал, на машине толком не поездил, купили другую машину, все равно денег отдал, все равно тебе нужно заморачиваться, заниматься, человеку ты заплатил за работу, это ожидание постоянное, потом вот это запчастями бегать, подбирать, собирать, отдавать на ремонт, за все это платишь, а в итоге собрал, сейчас нужно машину продать, так еще ты хочешь на ней немножко заработать, чтобы хоть как-то это все дело оправдать. При этом ты, ну, не перекуп, а вот такая ситуация. Ну, скажем так, игра не стоит свеч, то есть, второй раз, наверное, я бы уже, то есть, не стал бы связываться. Но тем не менее, все равно, ты уже общаешься с людьми, кто-то оттуда покупает машину, ты рассказываешь, вот тот знакомый взял, тот там хочет покупать, и все равно мысли какие-то. Мысли есть, да, но есть один нюанс, да, то есть, сколько машина будет идти, то есть, мне, получается, весь кайф от этой машины, это мне, получается, обломало ожидание, то есть, я целый год ее прождал. Если бы машина, конечно, пришла за 3-4 месяца, то есть, я был бы счастлив, рад и доволен. А вот избежать как-то эту ситуацию можно было? Ты же сейчас уже тему-то изучил, то есть, есть другие какие-то конторы, которые могут гарантированно привезти, или так у всех плюс-минус сроки могут плавать? Нет, есть компании, которые занимаются, где у них там все договор, то есть, все четко там, машины переходят чуть ли не в день в день. То есть, просто так получилось то, что ты дорвался на человека, который немножко затянул сроками. Да, совершенно верно. Твой совет людям, вот в любом случае, парни, согласитесь, иной раз заходишь куда-то, смотришь в машины, подешевле, вроде бы красивые фотки, описания, думаешь, блин, ну вот сейчас сэкономлю, все равно там те же самые 200-300 тысяч рублей сэкономить, казалось бы, ожидание, но все равно ты остаешь в каком-то плюсе. Какой твой совет людям будет, тем, кто посмотрит сейчас какие-то те же самые американские сайты по продажам, вот на что нужно обращать внимание? Внимание надо обращать в первую очередь, то есть, должны быть люди, которые точно заказывали автомобиль, и вы их лично знаете, вы с ними знакомы, это ваши друзья, то есть, с кем вы лично вживую общались. Кого-то там слушать по интернету, где там кто-то что-то купил, заказал, то есть, я бы не стал. И хочу добавить, что все-таки покупка автомобиля на аукционе, это все-таки это лотерея, это большая лотерея, то есть, никто не знает, какие скрытые повреждения есть у автомобиля, и на какие деньги по конечному итогу ты можешь попасть. Да, вот это тоже важно, на самом деле, все то, что рассказывают, там, отчеты идут, да, они идут, то есть, визуально, внешне, соответственно, есть какое-то реально скрытое повреждение, там, с мотором, еще с чем-то, что ты сможешь увидеть, только, когда ты уже копнешь глубже, там, осциллографом посмотришь. Ты вот так вот, визуально, да, ну, человек, кто это принимает машину, он ничего этого не делает. Соответственно, вот это тоже отдельная история, ты ждешь тачку, приезжаешь, и потом выясняешь, что у тебя мотор с задирами, и тут прилетаешь ты еще на больший ремонт. Вот это вот вообще будет печальная ситуация. Итак, друзья, вот такой у нас получается сюжет. Интересная машина, необычная машина. Многие проезжают, кто-то идет мимо, смотрят на тачку, ну, потому что взгляды она приковывает. Как бы, знаешь, ты идешь, там, Тойоту, ты знаешь, Мерседес, ты знаешь, там, Ауди, знаешь, а тут раз, Хонду, ты это что за Хонда такая? То есть, своя изюминка в тачке есть. По техническим характеристикам, ну, выводы делать вам, вот, даже ответьте сами на вопрос. Если бы они сегодня продавались бы в России, в любом случае, хорошая средняя комплектация, это была бы 2 миллиона плюс. Подписывайтесь обязательно на канал, дальше мы будем делать больше интересных, разнообразных сюжетов. Подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч всем. Пока-пока.